Страшно. Вот этот сынок спал, это его спальня была, сына спальня была, а вот тут он спал все возле дверей, а я вот здесь спала, до шкафа упал, вот сюда дедушка упал, а тут его выгребали, 9 часов не могли достать. Я каждый день прихожу сюда и плачу, ну уже полягали спать, дедушку звали на коридор до себя, он не захотел, я легла в зале, а сын в коридоре, и это мгновенное дело, оно как ракета залетела, сам знаете, как оно, гул и все, и я уже ничего не... Ну и все, я ничего не помню. Шкафи, обломки ж попадали, он меня вытягивал, я не знаю, как он вытягивал, я только помню, как он меня вытащил и в подъезд в ночной рубашке. Я кричу, до батя беже, он побег, а спальня уже провалилась на третий этаж, мы на четвертом, на третий, говорит, батя уже немало, прям с кроватью совсем. Тоди, как вытягивали, сначала ракету такую вытягивали, а потом его, ну там уже ничего не было в него, по кускам, нам не показывали, в закрытом гробу. Я находился в коридоре, родители спали по разным комнатам, только услышал хлопки, влаградаясь, выскочил в залу, кричу, мама, папа, батька глухой у нас, мамка услышала, с комнаты только перешагнула, но и началось все вылыть. Там ничего не видно было, за руки, за ноги вытащил, я не помню, как сам, в коридор, забежал в залу, а батька уже там до третьего этажа. Еще как дальше жить, когда день стреляют и стреляют. Снимаем квартиру, снимаем пока, а там не знают, нам нема куда выезжать, куда. Русские мир нас освобождают от жилья, детей наших убивают, бабушек, дедушек, всех матерей. Будем встать до конца.